Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем вперёд на зомби-войну. Многие ребята спрашивают, Рэй, почему ты в неё не играешь в последнее время? Ну, ответ, наверное, очевиден. Во-первых, я её всю прошёл. Все звёзды, ребята, абсолютно все звёзды, жду, жду, и не знаю, дождусь ли я, девятой локации, которую нам обещали разработчики. Ну, или хотя бы каких-то новых юнитов, ну, хоть, чтобы хоть как-то заинтересовать меня, понимаете? В данный момент я могу только проходить еженедельные события и потасовки. Ну, давайте начнём, наверное, с потасовки, потому что, ребят, в данный момент я упал до шестой лиги, был в десятой, все помните, да, прекрасно? Ну что же, для начала нам нужно, ребят, с вами собрать нашу команду. Так, колода. Поехали. Начнём, пожалуй, со стандарта. Я возьму снайпершу сюда. Так, этого мы вообще уберём отсюда, он не нужен мне. Потом, кто у нас шёл по стандарту? Так, была Кэрол, это я точно помню. Брал я её. Так, помимо Кэрол нам заходил Гренадир, поэтому я его, наверное, ребята, вот сюда вот поставлю. Скорее всего, вот здесь вот он будет стоять. Плюс ко всему мне нужен... Хм... Механика, может, взять. Ну, давай поставим его, ребят, вот сюда, как боевую единицу. Он довольно неплохо жарит. Так, и морского пехотинца, наверное, мы поставим вот сюда. Всё, больше я никого не могу взять. Ребята, попробуем вот такой командой. Я не знаю, как у них тут на Лиге Шестой сейчас обстоят дела. Будем смотреть. Хотелось бы, конечно, пройти всё идеальненько, чтобы можно сразу перейти было на следующую. Так, поехали. Так, воу. Я вижу, здесь, ребята, новые личности появились, да? Например, лесоруб этот. Ну что же, первый уровень довольно-таки лёгкий какой-то был у нас. Давайте смотреть, что будет дальше. Гренадир. Ну, что могу сказать, ребята? Изикатка по-другому не назвать, потому что не пробьёт снайперша моего гренадира. А вот мы-то её как раз расстреляем. Отлично. Ничего не могу сказать против. И переходим с вами на третий бой. Всего их здесь будет 10. Так, а это, конечно, было глупо, мне кажется, одного оставлять этого копателя. Или как его там назвать? Редник. Так, ну а здесь, здесь что? Здесь, опять же, ребята, всё изи. Плюс нам достаются порох. Кэрол сгорела. Прикольно. Выиграла, но сгорела. Последний её писк был. Что? Это что сейчас было? Это Кэрол у меня там так повеселилась неплохо. Ребят, смотрите, нулевой уровень. Вообще стоят. Почему-то ничего не стали делать. Видимо, ждали, пока гренадир мой к ним подползёт. Но он подполз и, как говорится, накумарил их всех, да? Так, здесь что у нас, ребят? Ну, мне кажется, здесь всё будет довольно легко, потому что я только сейчас увидел, что персонажи пятых, шестых уровней, ну, это вообще ни о чём. Это, да, это, ребят, в шестой лиге такие. Опять он одиночка здесь. Кэрол всех просто опередила. Ладно. Слушай, я думаю, мы здесь с вами вообще пройдём на изи. Мне почему-то так кажется просто-напросто, ребят. Вау, вау. Тихо, тихо. Пей колу, пей. Дурила. Вместо того, чтобы бить топориком своего, он решил подкрепиться колой. Это, естественно, ребята, он восстанавливает себе здоровье, но... Ребят, девятый бой. Всё, по-моему, мы прошли с вами идеально и должны сразу продвинуться по лиге. Так ведь, по идее, у нас всё это происходит? А, нет, ещё один бой. Оу, гренадир мой, ребята, взорвался. Жаль, но всё равно мы выиграли здесь. Десять побед из десяти возможных. Поэтому они должны меня автоматически, ребята. Погоди, а что ж такое-то? Почему меня не перебрасывают? Одиннадцать побед. А, здесь двадцать. Нет. Погоди-ка, а почему одиннадцать побед-то? То ли не все ребята здесь собрались. Наверное, так происходит, да? Сейчас мы с вами в этом лично убедимся. Я хочу посмотреть просто на статистику. Должны мне показать. А, нет, всё отлично. А почему одиннадцать-то побед надо было сделать? Обычно раньше десять. Но, тем не менее, ребят, нас поздравляют. Нас перекидывают в седьмую лигу. Вы это сами прекрасно видите. Ну, и как вы видите сами, здесь, ребята, у нас никого пока нету. Только перебрались. То есть, чистый лист. Так, я заберу вот это вот всё, что здесь накопилось. Так, это нам не нужно радио открыть. Давай бесплатно заберём таблетки. И давайте, ребят, вскроем с вами ящики. Так, легендарный ящик пошёл. Сейф. Вау, четыре доллара. Так, колы. Ну, неплохо, я вам скажу, совсем неплохо. И военные ящики давайте открывать. Четыре штучки их здесь. Так, быстренько прошуршим. Ну, ничего здесь выдающего нам не выпало. Так, давай здесь посмотрим. Но, опять же, не очень хорошо. Дайте мне что-нибудь такого трёхзвёздочного, пожалуйста. Шоколадка, радио, щётка, зубная таблетки. Опять всё не то, ребят. Ну, а здесь порадуешь папочку-то? Ёлки-палки. Нет, ребята, не хотят ничего давать такого центра, серьёзного, чтобы мне могло бы пригодиться. Так, давай посмотрим, что здесь у нас. Да чтоб тебя, а. Мне не надо. Ну, как бы не надо. Мне всё надо, по идее, ребят. Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы было максимальное количество, а не плюс 2. Мне нужно плюс 3. А уже что, неважно. Так, я могу за 15 долларов открыть себе ящик. Ну, зачем? Зачем? Не надо, ребят. Я их и так накоплю. Это акция дня. Всё, ребят, да, с этим покончено. И теперь единственное, что можно попробовать ещё пройти. Ну, не пройти, а поиграть. Тихо. А, так оно будет через 3 дня 12 часов. Ёлки-палки. Ребят, ну, это долго. Это долго. И знаете, что я ещё заметил одну вещь, ребят? Во-первых, сейчас скажу. По команде. Я раскачал практически всех. Мне осталось только лишь вот этого вот, ребятушки. Фермера. Повысить по уровню. Но он в данный момент 12-го левела. То есть ещё 3 уровня. Ему как минимум поднять нужно. И Редник. Ой, Ганслайдер. Редник уже всех попытал. Вот, ребята, 2 оставшихся последних персонажей, которые у меня не проапаны по полной программе. Но, опять же, когда мы получим 16-й уровень, да, мне придётся ещё поднимать каждому по уровню. Это... Это очень дорого. Это в плане ресурсов и это в плане денег. Поэтому можно попробовать, ребят, вот здесь вот поиграть. Сейчас я хочу посмотреть свою команду. Она приспособлена у меня хотя бы. Да, как раз та самая команда, которую я всегда, ребята, и фармлю. Кстати, насчёт фарма. Насчёт фарма голды. Здесь всё пошло намного хуже, ребята. Денег выпадает мало и не так часто. Сейчас мы посмотрим сами. Ну, для начала я здесь стою и выжидаю определённое количество времени, чтобы первым, кто у меня вышел на поле боя, это был Кэп, который даст нам немножко ускорения по ярости. После этого я вызываю, конечно же, нашего... Я уже забыл, как его звать-то, ёлки-палки. Как его увеличать? Совсем, ребят, провалы в памяти. Ну, в общем, вы поняли, да? Я вызываю вот этого вот вора. Он будет у меня бомбить здесь. И, соответственно, за счёт него у нас происходит весь фарм. Естественно, в данный момент Кэп у нас набивает ярость. Потом я его убиваю, убиваю я его обычно бочкой. По вашему совету. Всё, как говорится, так и должно быть. И вот теперь... Нет, ещё не теперь, ребята. Смотрите, ярость очень медленно у нас копится. Очень медленно. 25. Так, отлично. Вот пошёл, ребята, у нас воришка. Вот пошли, ребята, первые наши денюжки. Ну, вы сами видите, да, ребята? Не такой уж и большой фарм здесь идёт. Не такой частый. Не так часто выпадают деньги с зомбарей. Раньше это было просто... Я помню, вот так вот можно было пробивать с трабу среди зомбарей. И бабки просто сыплись к нам в карман. Но сейчас этого не происходит. Так, нам нужно убить с вами Кэпа. В данный момент он здесь вообще не актуален. Но я ещё, наверное, призову он его вора. Так. Давай. А, Аустин. Ёлки-палки. Как же можно забыть Аустина, ребят? Ну, естественно. Вот оно что. Потихоньку память возвращается ко мне. И... Да что ты. Он так и будет, ребята, наверное, с моими ребятами. Дай сюда подходить поближе к зомбарям. Я его хочу... Вот. Вот, вот, вот. Главное... Главное только его убить. Так, взрываем. Всё, отлично, ребята. И теперь чисто Аустинами будем здесь работать. Три штучки. Это, ребята, самое то, что нужно. Больше я не советую здесь вызывать. Иначе они будут продвигаться вперёд. В кучу зомбарей. И могут попасть в смертельную ловушку. Три штучки. Самое то. Можно даже двух оставить. Я думаю, что они тоже здесь, в принципе, будут справляться. Вот. Нет, смотрите-ка, ребята. По-моему, что-то... Что-то изменилось. Во-первых, в последний раз, когда я играл, мне больше 10 монет не давали. А тут, я смотрю, и 17, и 20 монет даже иногда пролистывается. Так что... Так что всё хорошо. Может быть, просто исправили этот баг. Так, можно ещё, конечно, вызвать одного Аустина. Но я вам не советую. Потому что будут они очень быстро идти вперёд. Здесь где-то ждём до 20 секунды. После этого начинаем призывать нашего морского котика, который будет тут бомбить ограждение. И всё будет тип-топ, поверьте мне. Всё, он успеет. Всё будет чики-чики. Поехали, ребята. Вот, 20 секунды. Я выпускаю морского котика. И он, в принципе, сейчас один уничтожил. Да нет, одного, наверное, мало. Давайте двоих. Вот. И как раз мы где-то перед волной с вами разбомбим ему ворота. Хотя тут что-то наплыв какой-то уже чересчур большой. Нет, успеем, ребят. Всё, отлично. Вот типа вот такого, ребята, фарма у нас и происходит каждый раз. И, как видите, в данный момент я заработал 1700. Ну, они дальше тут бомбят потихонечку. Но это уже не актуально. Ну, не 1700, конечно, я заработал. А, по-моему, 800, да? Было у нас 900 монет, если не ошибаюсь. Ну что, давайте ещё, наверное, быстренько одну заходочку сделаем. Я хочу просто ещё один левел поднять нашему фермеру. Там нужно 2500 монет для того, чтобы его прапать. Ну, та же самая, ребята, схема. Абсолютно та же самая. Вызываем кэпа после... Нет, можно, конечно, вызвать морского котика. Но я боюсь, что он перебьёт всех за парень и начнёт бить баррикаду. И пробьёт её. А нам не нужно. Нам нужны деньги с вами. Так что давайте быстренько сейчас это всё сделаем. Если кто не хочет ждать слишком долго, ребята, он может использовать откаты. Но я не думаю, что на фарме это актуально. Так, давайте сделаем вот такой трюк. Как-то странно, да? Он бомбит по этой полосе, по этой. А задевает почему-то наряд выше зомби. Как у него это получается? Ума не приложу. Так, ну что, здесь, ребята, как вы видите, ярость намного быстрее у нас копится. Вот, уже накопили. Не знаю, почему так всё это происходит. Почему такой рандом по ярости. Но, тем не менее. Так, взрывать сейчас бочку бесполезно. Мы можем также уничтожить нашего Аустина. Нам это не нужно. Так, и в чём преимущество хорошее, ребята? Когда мы подбиваем кэпа, он в зомби не превращается. То есть, если Аустин, по-моему, может превратиться в зомби, то кэп нет. Так, давайте, наверное, ещё с вами одного вызовем. Да? И мне надо как-то кэпа уничтожить. Блин, чёрт. Он стоит в такой неудобной для меня позиции, на самом деле. Так, смотрим, сколько монет у нас вообще выпадает. Смотрите, 16, 16. Но я видел, двадцаточка где-то пролисывалась. Вот 18 монет выпало у нас. 16, 15. Такое, знаете, среднее количество выпадает постепенно. То есть, вот буквально, когда я там играл последний раз, может, неделю, недели две назад. Во, 20 монет. Видели? Сейчас выпало 20 монет. То есть, отлично. Фармить можно, ребята. Даже я бы сказал, нужно для тех, у кого есть Аустин, и нужно прокачивать своих персонажей. Обязательно, ребята, использовать именно вот эту локацию. Ну, может быть, кто-то знает и лучше локу. Но я на этой локе очень хорошо в своё время подзаработал. Я вам серьёзно говорю, кто не верит, может посмотреть мои предыдущие выпуски и сам лично в этом убедиться. Да что такое, Кэп? Ну, дай я тебя сорву. Ты уже достал тут маячить на самом деле. Может быть, сейчас? Есть. Отлично, ребята. Было рискованно, конечно, но я его подбил. Так, и вызываю последнего третьего нашего Аустина. 2 500. Там нужно монет для того, чтобы проапать фермера. Я думаю, мы сейчас с вами за эту ходочку как раз и насобираем нужное количество денег. Хотя, опять же, под вопросом, потому что уже, ребята, надвигается волна. Хотя 2 400 уже есть. То есть ещё соточку набить и всё будет у нас хорошо. Всё. Воу, воу, воу. Деньги просто посыпались рекой. Вы увидели? Ну, всё. Я могу сказать вам одно, ребята. Всё у нас будет тип-топ. Так. Морской котик побежал. Короче, давай вызывать сразу же второго. Так. Накладочка тут небольшая у нас пошла. Мы продвигаем. Вот зря, зря они, конечно, сюда пошли. Сейчас они будут вставать здесь рядом перед носом у них. Но нет, тут всё отлично, ребят. На последних секундах мы должны разбомбить базу. Ну, не базу, а перегородку. Ну что, ребята, вот и всё. В принципе, 2 668. Даже немножко побольше. Смотрите, сейчас они даже могут вот в такой ситуации тоже немножко заработать денег нам. Видите, да? Деньги всё ещё копятся, ребят. Ну что же, отлично. 2 700. Давайте мы с вами прапаем немножечко на один уровень нашего фермера. Хотя можно ганслайдера прапать. В общем, тут что хотим, то и делаем. Так, где у нас фермер? Вот он. Сколько? 2 506. Ребят, естественно, я его апаю. Вау. 221 монетка у нас всего лишь осталась. И, ребята, ему нужно всего лишь 2 уровня. А в общем количестве нам нужно 5 уровней ещё поднять. То есть, на фермера 2 левла и на ганслайдера тоже 3 уровня поднять. Поверьте мне, при желании это можно сделать за час. За час вот такого фарма. Может быть, даже меньше. Всё зависит от того, как у тебя будут сыпаться деньги. Так, ну что, давай посмотрим у нас, ребят, на лиге собрался народ или нет. Так, ну, как бы собрался, но ещё, по-моему, одного не хватает у нас, да? Чем бы нам ещё тут можно было бы заняться? Я даже не знаю. Давай посмотрим, может быть, где-нибудь есть уровень с ящиком. Может быть, нам побомбить именно тот уровень и заработать себе ящик. Хм. Я пока не вижу ничего. Давай здесь заглянем. Ящик с уровнем, ребята, это вот так вот звёздочки. И такой лежит рядышком ящик. Это означает, что при победе можно выиграть именно этот ящик. И вскрыть его. Ну, я ничего пока не вижу. Давай зайдём, ну, вот сюда, предположим. Вот, видите, ребята, вот уровень с ящиком. Можно здесь попробовать поиграть. Я не знаю, правда, справится ли у меня команда, которая сейчас в данный момент есть. Да, я думаю, справится. Тут третий уровень. Ой, пердуны эти, да? Помните, да, этих некромантов. Пока подождём, не будем выёживаться. Посмотрим, кто ещё побежит здесь. Бегуны. Это самые изейшие зомби, которые только есть. Поэтому давайте их быстренько сейчас расчекрыживать. Хоп. Отлично отдоплился парнишка. Так, да я думаю, ребята, мои персонажи тут до того прокачаны, что им всё вообще будет по барабану. Абсолютно. Он сейчас пробомбит просто. Давай-ка вызовем рейнджера. Его даже никто не трогает. Ёлка, по-моему, просто в одно лицо разбомбит. Сейчас баррикадуем. Всё. Вот, ребята, мы зарабатываем с зомби ящик. Это зубная щётка. Ну, это, ребят, для тех, кто не знал, как можно ещё пофармить. Опять же, повторюсь, что ящик выпадает не с первой попытки. Это сейчас мне просто повезло. Иногда, может, со второй, с третьей. Вот. Ну, ящика больше здесь нет. Соответственно, фармить там уже нет смысла. Вот таким вот, ребята, образом. Ну что ж, давай посмотрим теперь у нас здесь. Блин, ёп. РСТ не сюда. Нашёлся последний противник? Нет, ещё до сих пор, ребята, идёт поиск. Поиск игроков. Но давайте попробуем хотя бы вот с этими ребятами подраться. Да? Команду я менять пока не буду. Начнём. Посмотрим, ребят, как всё это дело у нас пойдёт. Не забывайте, что седьмая лига. Думаю, что здесь тоже ничего сложного не будет. Страшного тоже. Так, ну что, первая победа у нас. Интересно, мы во время того, что выступаем сейчас, может вот именно в данный момент найтись последний противник или же нет? Вау. Ничего себе, новые ребята удали шороху. Так, минус. Первого уровня снайпер. О, вот даже порох носился. Это, конечно, тут, ребята, всё изейшее. На 10-м, на 10-й лиге, вы помните, да? Как там всё жёстко. Там действительно продуманные персонажи, с которыми просто так не забалуешь и не зашуткуешь. Там действительно приходится вырабатывать определенную тактику, стратегию. И чтобы вот так вот одной заходочкой всё это дело пройти, вот уж дудки не получится. Так, снайперша, уничтожь, пожалуйста, этого полицейского. Уничтожь. Смотри, она мажет у меня. Причём довольно часто. Странно. Такого раньше не замечал. Ну, раз может промахнуться, ну, два, ну, не четыре же раза подряд. Так, смотри, вот, уже более-менее, ребята. Так, что нам тут в ящике достанется? Радио. Кстати, вот, в последнее время я считал, что должно в ближайшее время какое-то пройти обновление. Я не знаю, ребят, или локации, или юниты, но на сайте этой команды всё написано, что будет чётко. Не объявлена, правда, дата. Поэтому я надеюсь, что хорошее что-нибудь здесь появится рано или поздно. И, кстати, по поводу слухов, ребята, насчёт черепашек ниндзя-легенды. Кто-то написал, что скоро будет обновление. Я не знаю, откуда такие слухи. Мне просто написали. Написал, опять же, один из подписчиков. Я не знаю, откуда у него эта информация. Я у него не узнавал. Но если она будет, в чём я, честно говоря, сомневаюсь. Столько лет не обновлялась игра, тут они вдруг решат. Я даже не знаю, кого там можно... Каких героев можно новых поставить по черепашкам ниндзя-легенды. Единственное, что можно... Ты что делаешь, эй? Господи, он что делает? Ёлки-покки, взял мне снайпер, что уничтожил. Но хорошо, что мы всё-таки здесь выиграли. Ну, гренадир, ты даёшь, да. То есть, ребята, вы понимаете, да, что мы своим же видом оружия можем уничтожать своих же юнитов. Так, тут шикарно всё получилось. Девять побед у нас уже. Сейчас переходим на десятую. Блин, почему... Должны на десятую перейти. Всё равно девять побед. В чём суть? В чём соль? Я не могу понять. Так. Победи десять игроков для мгновенного перехода на следующий. Ну вот, десять побед. Ну, мы должны перейти с вами на восьмую лигу или как? По идее, должны. Там написано русским языком. Да, ребята. Слушай, ну что-то мы как-то с вами стартанули. Так не по-детски, если серьёзно. И смотрите-ка, здесь уже, здесь уже есть ребятулечки. То есть, десятого игрока не хватает нам для того, чтобы перейти сразу на следующую лигу. Но зато мы с вами заработали немножечко сундучков. Так, подожди секунду. Как они у нас открываются. Вот здесь, по-моему, да? Нет, не здесь. Сундуки. Вот они, ребята. Военный ящик. Две штучки у нас заработано. Давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, опять же, опять же, ерунда. Опять же, этот хлебушек, зубные щётки. Всё первого уровня. Меня это не устраивает. Ну, здесь ещё по-божески. Возьмём даже шоколадку, консервы. Ну, так себе. Сгодится. Так, ну что, ребятулечки, давайте попробуем ещё с вами заходочку. Вдруг нам повезёт. Вот, вот. Ребята, десять бойцов. Ну, один из них я, поэтому это получается как девять. Ладно, поехали. Опять же, ребята, ничего не меняю. Команда у меня в прежнем составе. Давайте смотреть. Уровень. Ну, уровень уже такой. Третий, шестой, это на начале самом. То есть, и противничек уже довольно такой шустрый. Да? Пошёл. Ладно, поехали. Сколько там нужно? Там написано 14 побед, я должен надержать. Оу, ребята, мы здесь... Нет, не получится. У меня всего 10 персонажей, которые будут против меня. А тут нужно 14 побед. Каким я образом это сделаю? Никаким, абсолютно. Так, ладно, поехали. Так, я не понял. Это что за выкрутасы? А, ну, правильно, ребята. Уже 13 уровень противника. Естественно, тут уже, как говорится, на шару не прокатит. Уже надо думать. Расставлять своих юнитов. А вот опять, смотрите. 2, 5, 8, 6. Не пойму. Офигенный рандом, ребята. Может быть, тот чувачок тоже, как и я, просто понизился немножко в лиге. А тут вообще 1, 2, 3, 6. Конечно, это сосунки для нас. Просто. Воу. Фига, ты видел, что полицейский делает? Ты видел, что делает полицейский? Просто одного, второго, третьего снес. Ну и сам в конце погиб. Причем погиб он, так впечатление, от копья. Копье у него в заднице торчало. Как будто его Кэрл подбило. Так, опять у нас, ребята, чемоданчик. И опять нам достается здесь хлебушек. Ну, 6 побед. Это еще... Фу, еще побед нужно, знаете, сколько сделать? Я сомневаюсь, что мы с вами успеем накопить столько противников. Видел, что делает механик? Просто подбежал, бомбанул чувачка. Он взорвался, и огнеметчик, и все разлетелись к ядрене фене. Так, 8 бой у нас. Вау. Вот рейнджер, чувачок, конечно, крутой. Гэнслайдер тут. Что-то пытался сделать, пострелять, но у него ничего не вышло. И, ребята, у нас 9... 9 арена, да? 9 арена. Нам достается, что радио опять никчемное. Ну, ладно. И, по-моему, все. Враги у меня заканчиваются именно на этом месте. Нет? Смотри-ка, нет, ребята, мы продолжаем с вами эпопею нашу. Взял крыл мою из-подишка. Ну, видите, ребята, сами. 10 побед, то есть врагов не было. Для того, чтобы я смог 14 побед сделать. А это вполне было бы реально на самом деле. Смотрите, ребята, а вот сейчас вот есть. Да, сейчас вот они прибыли. Ну, они слишком поздно прибыли. Так, 10 побед, да? А тут всего лишь 3 новых юнита. Хм. Не юнита, а 3 новых врага у нас прибавилось. Ну, давайте еще попробуем сейчас быстренько с вами сделать заходочку. Не знаю, может быть, за этот момент хоть кто-нибудь появится, и мы с вами переместимся. Я почему-то сомневаюсь, что... Да, ребята, уже ничего не получится. Снайпершу подбили. И это, видимо, троечка тех самых счастливчиков, которые будут меня тут расчекрыживать. Ядрить, ты на коле, ты смотри, что происходит. Снайперша, не подведи меня. Так. Ну, тут уже не получится в любом случае у нас 14 побед к ряду сделать. Потому что уже первый раунд был проигран. Тут вообще нулевого уровня. Что они здесь делают, я ума не приложу. Ладно, зарабатываем с вами, пока мы жетоны, да, и, соответственно, деньги тоже зарабатываются у нас. Так, отлично. Ну, эй, механик, механик, не добежал четко ты. Ты, 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 такой, да, из-под тяжка упал. На, 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 получи по калеточкам. Но не тут-то было, мы выжили. Так, вот тут уже 11 уровней. Ай, как она делает, а, ребята? Кэрол просто по красоте делает. Она телепортируется. Раньше ее, честно говоря, недолюблил. Она мне не очень нравится. Но в ближнем бою действительно равных, по-моему, нету. Смотри, просто раскрамсон делает. Причем ее подловить очень тяжело. Она быстро телепортируется от юнита к юниту, нанося колоссальный урон. Причем вы видели, где она находится, да, вот здесь вот на начале. И телепортируется практически сразу к ним. То есть для нее нет препятствий вот в преградах. Все, смотри, опс. Да, 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 да. Тут что-то как-то не особо хорошо пошло. Снайперша у меня вообще мажет, ребята, конкретно. Ну, вы сами видите. Просто я не знаю, что с ней случилось. Может быть, ее пофиксили или еще что-нибудь в этом роде. Хм, раньше она стреляла намного лучше и покрасивее все это выглядело. Так, что у нас тут в ящике? Опять хлебушек. Что нам может еще выпасть, кроме хлебушка, закусочки, да, так скажем? Ну, давай, восьмая, ребят, победа. Девятая, отлично. Если у нас там 20 противников будет, то 14 раундов мы с вами можем, в принципе, затащить. Ну, нормулька. Так, хорошо. Это сколько у нас получается? Я вот не знаю, единственное, что нам нужно с первого по 14 сделать? Или, например, можно со второго по 15, и это все равно будет как засчитываться 14 побед? Не знаю, честно говоря. Так, что за фигня происходит? Смотри. Минус. Хоп. Ну. Шестой уровень снайперши. Да, отлично. Поотбила моя. Молодец. Красотуля. Ну, ребят, сами видите, 12 побед. Даже если бы не считая того первого прогресса, все равно было бы 13. То есть, никак на 14 мы с вами не выходим. Ну вот, смотрите, опять появляются все новые и новые. Ну, я уже больше не буду, ребята, играть, потому что вас это утомляет. Я это прекрасно знаю. Мы будем лучше с вами закругляться и встретимся уже в следующей серии. Не знаю, может быть, даже на ивенте. Хотя этот ивент уже все прекрасно знают. Это магазин у нас. Да, ребята, это магазин. Так что всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было приятно смотреть. Ну, и увидимся в новых видосиках. Удачи всем, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok